Приветствую вас! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Лилия Донскова. И сегодня я вам сделаю обзор аксессуаров, новинок из каталога Арифлейм номер 8. И начну я с того продукта, который мне очень понравился, и я прям его хочу сильно-сильно. Это уникальная круглая Парео. Его необычная форма и шикарнейший просто орнамент меня вдохновил на то, что я его захотела. А еще что важно, сейчас найду этикетку и скажу, что это непростое Парео. Но этот предмет изготовлен по меньшей мере из 40% полиэфира, изготовленного из переработанных пластиковых бутылок. Это очень здорово. Итак, что я хочу отметить про это Парео? Невероятная, невесомая, приятная ткань на ощупь. Конечно же, я не могу представить, что когда-то это было пластиковой бутылкой. Но мне приятно, что пластиковые бутылки не валяются в лесу и не загрязняют окружающую среду, а использованы в таком красивом продукте, который действительно украсит любой наряд. И на пляже можно выглядеть шикарно благодаря этому Парео. И можно придумать разные способы, как его красиво завязать. И даже можно сделать из него юбку. Вот. Такое необычное, красивое, классное Парео. И мне, по-моему, очень идет эта расцветка. Напишите потом. Так, следующий продукт. Давайте смотреть все по порядку. Так, отодвину и буду по очереди все открывать. Яркий, сочный цвет, желтый, с какими-то пятнышками черно-зелеными. Это чехол для кистей. Он очень компактненький, легкий, легкий, просто невесомый, под кожу. И он хорошо держит форму, этот чехол. Кисти можно просто вставлять под резиночку с этой стороны. И часть кистей уйдут просто в чехольчик. То есть мы выбираем по размеру, куда какие разместить. Туда эти размещаем. То есть большие кисти вовнутрь, маленькие можно вставить сюда. Вот такой вот классный чехольчик. Но у него нет никакой фиксации, никакого зажима. Гленчик, то есть он просто такой вот будет открытый. Интересный. По цвету очень прикольный. Мне понравился. И пахнет от него не очень вкусно. Следующий продукт это кисти для коррекции маникюра. Я их вскрою и посмотрю, как они устроены. Две кисточки. Одна очень-очень имеет тонкий острый кончик. А вторая кисть скошенная. Очень напоминает кисть для бровей. Они держатся в чехольчике, с которым можно вынуть и обратно ставить. И первая кисточка. Ну, кстати, очень красиво сделана металлический вот этот держатель. Сами кисточки. Ну, то есть как мы делаем коррекцию? То есть убрать излишки лака по бокам, если затекло. Я обычно это делаю другим пальчиком. Можно будет делать такой вот кистью. И очень интересная кисточка тоненькая. Ей, кстати, можно тоже убирать. А можно делать рисуночки на ногтях. То есть всегда можно найти применение. Я их обратно погружаю в чехольчик. Одеваю колпачок. И потом уберу дальше. Да, и ну все, что касается ногтей, сразу посмотрим. Но это, в принципе, можно даже не скрывать. Когда-то у нас уже были такие трафареты для ногтей, для французского маникюра. И, кстати, французский маникюр можно делать не только белый и прозрачный комбинировать. А уже любые цвета можно комбинировать. И будет смотреться очень красиво. По форме. Часть трафаретов закругленные, а часть как уголочком идут. То есть сюда можно делать такой красивый дизайн. И тоже комбинировать их друг с другом. Дальше. Что у нас еще для ногтей? Вот. Мы посмотрим щипчики. Потому что щипчики это очень нужный аксессуар. И многие пользуются только таким продуктом. Особенно мужчины почему-то, я знаю, пользуются. Но это женский вариант с голубым цветом. Кстати, почему женский? Можно и мужской. Вот так мы переворачиваем, открываем. Щипчики выглядят очень надежными. Такими крепкими, прочными. Ну и достаточно такие вот увесистые, нелегкий продукт. Поэтому будет служить хорошо. Как-то на остроту не могу проверить. Потому что я не буду ногти сейчас откусывать. Но просто по ощущению, впечатление хорошее. Я, правда, не пользуюсь таким продуктом. Перевернули. Все компактненько убираем обратно. Так, это потом сложим. Также для ногтей у нас несколько вариантов пилочек. И не только пилочек. Вот еще нашла продукт для ногтей. Три пилочки в наборе двухсторонние. То есть можно одной стороной или другой пользоваться. Морская тема. Тут звезды, ракушки. Ну, то есть лето, пляж и так далее. То есть красивые пилочки. Вот эту пилочку стоит рассмотреть поближе. Как она открывается, нужно найти. Так, не могу найти открывашку. Ну, значит, мы ее не будем открывать. А, вот нашла, нашла, нашла. Я же чувствую, что должно быть. Но у меня не получается ее открыть. А там ниша пусть открывает. А я пока вам расскажу про эту пилку, которую я обожаю. И все время пользуюсь именно такими. Но, кстати, так надолго хватает. Один раз купите и забудете надолго про пилки. Она приходит в пластике. И сама пилка четырехсторонняя тоже запечатана в пластиковую пленку. То есть вы сначала снимете пленку, потом сможете ей воспользоваться. Четыре грани. Первая, самая грубая, самая жесткая, чтобы выровнять край. Вторая, уже более мягкая, чтобы убрать все занозы, заусенцы. Потом идет у нас выравнивающая сторона номер три. И четвертое, это полировщик, когда мы уже просто полируем ноготь, чтобы он был идеально гладким перед нанесением лака. Эту пилочку рекомендую обзавестись такой, если у вас до сих пор не было, то это просто фантастический продукт. И еще один набор у нас, кстати, он с ножничками, поэтому сможем вскрыть эту пилочку легко. Давай нам ее обратно. Ага, удалось открыть? Не удалось? Сейчас ножничкой накрою. Набор приходит в таком чехольчике. Слушайте, он такой миленький, тонкий, легкий. Что входит в состав этого набора? Давайте внимательно вместе посмотрим. Тут даже есть инструкция, как пользоваться, какой для чего продукт. И здесь у нас пять продуктов, пять наименований. Тоже есть щипчики, давайте их рассмотрим. Маленькие, они уже более маленькие, такие деликатные, для маленьких пальчиков женских. Ой, они такие тугие, упругие. Так. Второй продукт, посмотрим, это ножнички. Мне всегда нравится, что ножницы туго идут, но они, скорее всего, разработаются. Главное, что они не разболтаны. Они очень тоненькие, но попробовать тоже не смогу. Могу только что-то разрезать. Ну, например, вот эту пилочку сейчас разрежу и посмотрю, как они. Сколько острые? Очень острые. Очень острые, классные. И у них чуть-чуть закругленный кончик, как и должно быть, с ножничков для маникюра. Здесь две пилочки. Одна пилка металлическая. Я так давно не пользовалась металлическими пилками. Но это прям маленький дорожный наборчик. А вторая пилка, она именно вот такая вот, из мягкого материала, чтобы отполировать, зашлифовать ноготок. Вот такие пилочки я люблю больше. И еще один продукт для того, чтобы снимать кутикулу. Вот, то есть такой, как язычок. И аккуратненько вот так вот мы можем срезать. Сейчас попробую, кстати, острый. Ой, да, он острый. Но это нужно аккуратненько делать. То есть срезает кутикулу, чтобы не делать обрезной маникюр такой с щипчиками, а аккуратненько подправлять, снимать все лишнее и ненужное. Так, это я потом все уберу. И пилочка. Давайте рассмотрим вот эту пилочку, которую я никак не могла открыть. Она приходит в чехле. И вот такие пилки я тоже люблю. Они, правда, достаточно быстро стираются. Они не очень долгоиграющие. Ну, надолго все равно хватит. Красивый цвет такой, фиолетово-синий оттенок. То есть из белого она переходит к градиентам такой темной. И эти пилочки, они хорошо подтачивают, и что удобно с собой носить. Потому что она в чехольчике. У меня тоже есть такая пилка. Я ее с собой беру в дорогу, куда-нибудь там, когда иду. Потому что ногти, они иногда могут приносить нам какие-то сюрпризы не очень хорошие. Так, следующий продукт. Давайте посмотрим вот эту интересную губку. Я бы, честно говоря, наверное, никогда не догадалась, как ей пользоваться. Но есть инструкция. И тут все понятно. Можно наносить просто гель. То есть мы можем просто как с гелем пользоваться. А можем сделать таким образом. Видите, у нее есть специальный такой разрез. Мы сюда вставляем мыло. И мылимся. Мыло не выскользнет из рук. Оно отдаст много пены в губку, потому что она влажная. И мы сделаем такой приятный массаж губкой. И помоемся. Интересная штука, правда. И качество губки мне нравится. То есть она такая прям пружинистая и крепкая. Я пытаюсь ее порвать. На всякий случай. Чтобы знать, хорошая она или нет. Так, следующий продукт. Это тоже уже скрыто. Спонж коньяку. Зеленого цвета. Зеленого цвета. В форме сердца. И он сейчас выглядит таким страшненьким. Сморщенным. Съеженным. Как будто он просто пережил стресс. Самой высшей категории. На самом деле все очень просто. Достаточно намочить этот спонж. Дать ему набухнуть. И он станет таким приятным. Таким классным. Капнуть на него одну каплю очищающего средства. Которым вы пользуетесь. И просто проработать всю кожу. Это будет потрясающе классное очищение. На самом деле. У меня уже есть спонж коньяку. Из компании Арифлейм. Уже он очень долго. И мне нравится. Им так приятно очищать кожу. И действительно разница большая. Если просто умыться ручками гелем. Или с этим спонжком. Конечно очищение намного эффективнее. Тщательнее удаляет все мертвые клеточки. Загрязнение. Кожа просто сияет. И красота. Дальше. Очень необычная штука. Хорошо, что я прочитала об этом заранее в каталоге. Потому что это не просто разделитель пальцев. Для того, чтобы накрасить ногти. Секунду. А это специальный такой расслабляющий инструмент для пальчиков. Представьте, что вы много-много ходили целый день. Очень встали. И у вас гудят ноги. Бывает такое? И вы знаете, вы можете просто прийти домой. Ополоснуть ножки. И одеть на пальчики вот такую силиконовую приятную штуку. И ножки отдохнут. Расслабятся. И это будет такой приятный релакс. Посмотрите, какой он красивый. Классная штука. Нужная. Так, дальше. Тоже для ног. Новая щетка. Ой, как я ворвусь. Это не зубная щетка. Это щетка для ног. Она с насадками. Так, одна насадка. Вторая. Идет защитным колпачком на щетину. Которым я обычно не пользуюсь. Посмотрим, удобная ли ручка. Ну, нет. Не очень удобная. Ширковатая. Но зато, если бы она была тонкая, согласитесь, что когда мы делаем педикюр или моем руки, то руки мокрые, и если будет тонкая ручка, то щетка просто выскользнет. Вот сейчас я понимаю, что она очень хорошо фиксируется в руке. Я могу ее и так перевернуть, и так. То есть, да, достаточно. Ну, надо просто немножко к ней приспособиться и привыкнуть. Скорее всего, когда это будет все мокрое и скользкое, я ценю, что она такая вот классная. Потому что я себе обязательно закажу эту щетку. Я обожаю наши щетки, пилки. Они классные. Щетина жесткая, такая грубая. Она долго не сомнется. То есть, будет служить долго и качественно отшелушивать, вычищать всю грязь из-под ногтей. Особенно, если вы заядлая дачница. И если вы любите повозиться в земле с растениями, выращиваете какую-нибудь вкусняшку в своем огороде, да, на даче, то эта вещь просто неизменимая. Во-первых, все вымыть. Во-вторых, есть пилочка, которая хорошо отшкрабирует все-все-все. И есть что-то еще, какая-то насадка. Вау! Ну, это просто фантастическая штука. Выглядит, как будто наледенелась какая-то. То есть, эта насадка у нас одевается куда-то, куда? Что-то должно сняться, а она одеться. Вот, я нашла. Щеточка снимается, а вот эта вот насадка сюда одевается. Ух ты, какая она классная! Очень напоминает вот этот... Даже не могу вспомнить, с чем вам сравнить. Но что-то невероятно красивое и очень такое вот грубое. То есть, хорошо будет пеленговать кожу. Все отшелушим, все очистим щеткой. Будет все красивое, ножки ухоженные. И нам для полного счастья не хватает еще вот такой сумочки. Потому что это писк мода. Это просто должно быть у каждой девушки. Особенно это удобно, когда вам не нужно с собой носить много вещей, кошелок. А просто нужно взять немного вещей. И вы хотите, чтобы у вас были заняты, руки свободные. Например, вы едете на велосипеде или на самокате. То вот эту сумку мы просто одеваем через плечо или на талию. И у нас освобождаются руки. Вот так вот. Сейчас я сделаю. Как это сделать? Красиво. Так. Вот так вот через плечо. Ее можно носить. Это сейчас очень модно. Кому-то не нравится. Например, нашему оператору. На самом деле это удобно. Мне, конечно, больше привлекает тот момент, когда носить ее на талию. Так. Могу пристать. И вот так вот на талию ее зацепить. Тут, кстати, есть регулировщик. Можно сделать чуть уже или чуть шире. И вот так вот будет. Она здесь очень удобна, кстати. И у нее хорошая расцветка. Оригинальная. Давайте посмотрим, что у нее внутри. Сумочка на молнии. Пальмы золотые. Надеюсь, они не отмоются. Нет, кстати. Хорошо прокрашено все. А внутри нет никаких карманов. То есть она сама как просто большой объемный карман, в который, ну, что-то много-много поместится. Давайте что-нибудь в нее накидаем и посмотрим, что у нее может вместиться. И чехол, и телефон вы можете сюда же. И еще остается куча места. Сумочка достаточно вместительна. В нее даже поместится, мне кажется, бутылочка с водой. Потому что для меня это важно. Я всегда хожу с водичкой. Особенно летом, когда жара. Мне нужно, чтобы маленькая бутылочка всегда была со мной. Так что сумочка все свои функции выполняет от и до. Ну что, друзья, все вам показала. Ничего не забыла. Все в пакетиках. Столько впечатлений. И мне, конечно, очень понравилась эта Парео. Классная щетка новая, которую я уже припрятала в сумку. Щеточку новую обязательно закажу. Потому что нужная, удобная вещь. Ну, телефон себе оставил. И оригинальная идея для того, чтобы расслабить ножки. Вот мне много всего понравилось. Все, выбирайте на свой вкус. Надеюсь, вам видео полезное. Вы все внимательно рассмотрели вместе со мной. И если полезно, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Задавайте вопросы. Всегда с удовольствием общаюсь с вами в комментариях. До новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.